Добрый, добрый, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, с вами Вивьена. И мы сегодня будем говорить о том, кто очень ждёт твоего звонка. И будем смотреть арабское предсказание на чечевице, очень древнее, на красной чечевице. Всем большое спасибо за донаты, за комментарии, за подписки. Смотрите свои колокольчики, чтобы они были тёмного цвета. И очень благодарна тем, кто присоединился ко мне в Телеграм. Мы там беседуем, практики я даю различные, и там можно задать вопросы по эзотерике. А лично, если вам надо лично предсказание, чистки, потому что Вивьена – это специалист по чисткам, всем чисткам, пишите буквами в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 995-593-36-95-44. Итак, с вами Вивьена, и мы будем смотреть, сегодня мы будем смотреть, сначала на чечевицу, потом я уточню ещё на картах. И мы будем смотреть на чечевицы. На чечевицы. Кто очень ждёт твоего звонка? Звонка, или чтобы вы написали, или подошли, сказали. Но кто-то очень ждёт. Кто это ждёт? И мы сейчас будем смотреть. Никого не загадывайте, отпустили мыслью. Мысли отпустили, и смотрим, кто ждёт. Кто ждёт твоего звонка, твоего сообщения. Два человека есть, ну, может быть, два или один, которые находятся далеко от вас, может быть, даже за границей, но далеко. И не могут по каким-то причинам вам сообщить ничего. Но ждут, чтобы вы их нашли. Так. Нет, сейчас я вот так рукой. Кто ждёт вашего звонка? Вашего звонка ждёт человек, который действительно имеет чувство к вам. Но у него, вы знаете, вы ему как бы пронзили сердце стрелой. Но у него сейчас есть какие-то серьёзные переживания или какие-то серьёзные вещи в жизни, не связанные с любовью. Они связаны с чем-то или с детьми, или с чем-то материальным. Вот тут как-то идёт ребёнок, то есть, ну, как дети, может быть, как-то удивило его. У некоторых получится именно удивление, что получились какие-то трудности, непонятности. А у других будет именно, что это из-за детей. Этот человек хотел бы, чтобы вы ему сообщили, что ещё, кто ещё хочет. Ещё одна женщина хочет, чтобы вы ей написали, узнали, позвонили. У кого-то это, может быть, будет подруга. Смотрите по своей ситуации, это же общее. Чтобы вы написали и позвонили ей, потому что ей очень важно что-то вам передать. Или она говорит, у неё изменились какие-то данные, телефон, номер, ещё что-то. Или у вас, она не может вас найти. Она просит, чтобы вы через каких-то своих друзей, знакомых, разузнали о ней и ей написали или позвонили. Эта женщина, ну, я не скажу совсем молодая, но больше тридцати такая вот. А то там, может быть, и больше. Но это не совсем девочка прям. Что ещё, кто вам хочет позвонить? А к вам ещё хочет позвонить, чтобы вы позвонили. Знаете, такой ляй-ляй, тря-ля-ляй, тря-ля-ля-ля-ля-ляй. Около вас, если вдруг появился такой манипулятор, такой человек, который умеет флиртовать, вот он бы хотел, чтобы вы позвонили, потому что ему хотелось бы, если вы женщина, провести с вами вечерочек или ночек. Так, ну, он абсолютно несерьёзный, но с ним можно весело просто провести время и похохотать. Так, давайте смотреть, что будет, например, что, если вы позвоните человеку, который действительно сердечно к вам привязан. Что будет с человеком, который сердечно к вам привязан, если вы позвоните? Вы позвоните, да, будет какой-то разговор, и разговор сначала, может быть, будет на каких-то не очень таких тонах или какое-то непонимание, а потом, вот знаете, какое-то воодушевление придёт, и вы действительно поговорите с ним. Вы о чём-то договоритесь. Вот то ли вместе пойти, то ли переписываться. Ну, что это такое совместное? Если вы, вот тут была женщина, если вы найдёте эту женщину, подругу, или кто-кто очень хочет с вами поговорить, для чего это в жизни у вас будет? Это будет где-то, знаете, идёт, идёт 4 цифра, 4, 4, да, 4, 4 дня, 4 недели, 4 месяца, ну, 4 года, это вряд ли, что это будет? Да, здесь что-то, что совместное связано, может быть, что-то родственное связано, или близкое связано, с детства откуда-то. Ну, что-то очень близкое с этой женщиной связано, если вы с ней... Знаете, тут как будто идёт какое-то примирение, соглашение, и, знаете, радостное событие, и, возможно, вообще потом встреча. А что принесёт вам, если вы встретитесь с этим троллюлюшкой, троллюлюшкой, который любит любушные игрушки? Ну, а здесь просто... здесь просто праздник жизни. Вы получите удовольствие. Ну, кому просто надо лёгкие такие, лёгкие отношения, здесь просто лёгкие, действительно, отношения, как веер, который махает, махает, обволакивает, и так нежно, прекрасно, глазками вы туда-сюда, туда-сюда. Здесь не будет того, что этот человек нанесёт вам какой-то вред, только здесь идёт. Если вы к нему прилепитесь, то, конечно, этот человек уйдёт, потом у вас будут трагедии. Если вы просто отнесётесь к этому, ну, как одноразовое знакомство, как это сейчас называется, мне не нравится, но такое есть, то это будет просто отдых души. То есть такое может быть на отдыхе, или вы отдыхали где-то там, ну, вот такое вот разовое, в ресторане, в клубе, ну, я не знаю, как это сейчас, такие вот такие вот манеры. Вот такое нам сказала чечевица. Кто вам хотел бы позвонить? А давайте посмотрим, а будете ли вы это делать? Вот. В некоторых случаях вот по поводу женщины вы будете её искать, по поводу мужчины, который сердцем, вы почему-то будете бояться ему написать, почему-то сердце у вас тоже ранено. По поводу вот этого мужчинки, маленькая собачка, всё же щенок, то, знаете, большинство здесь, вот большинство, встанут в позицию, да нет, наверное, не надо. Понимаете, будущее – это не есть такое один-два-три события, как мы, мы, какие действия производим, такое будущее у нас и получается. Пишите, принимаю, приобретаю, добро в мир посылаю. Ну, а теперь Вивьена будет смотреть на картах, на картах, кто очень ждёт твоего звонка. Кто очень ждёт твоего звонка. Посмотрите тоже на чечевицы. Кто очень ждёт твоего звонка? Человек, который, знаете, очень ждёт звонка, с которым вы, может быть, поссорились или что-то, и он хотел бы всё начать сначала, и сердце у него о вас очень болит. Но он, возможно, находится где-то не очень близко, и, может быть, ездил зарабатывать деньги, но что-то связанное с материальным, восстанавливал что-то, и ему сейчас очень тяжело. Этот человек сам боится вам позвонить. Он очень боится вам позвонить. У сердца очень ранено. Кто ещё ждёт твоего звонка? Да, у него какие-то финансовые проблемы, но этот человек очень хотел бы, чтобы именно вы ему позвонили. А для чего ему это всё надо? Сердце-то понятно. А для чего? Потому что он сам не может решить, куда ему идти. В дверь, где светлый свет или в тёмный. Он не знает. Вы должны ему помочь выбрать путь и дорогу. Вот для чего. Так. Теперь ещё смотрим, кто ещё ждёт звонка. Звонка ждёт... Звонка ждёт женщина, из-за которой вы поругались, возможно, из-за какого-то мужчины. У каждого свою будет выбрать. У кого-то из-за сына, у кого-то из-за друга, у кого-то из-за сотрудника. Но это уже дело давно минувших дней. То есть дело минувших дней. Это уже в прошлом. И была какая-то даже злость. Невозможно, был конфликт или ругань. И женщина ждёт, чтобы вы позвонили. Она потеряла ваши, может, контакты. Для чего? Ну, она хотела бы перемирия, но так, чтобы поняли, что она права. Для чего? Ну, здесь больше какое-то идёт такое... Или это было объединение, или было семейное объединение. Это очень часто похоже, что рабочие какие-то ситуации. Но здесь такое вот объединение людей, семейность. Для чего она хотела бы... Вот она хотела бы помириться, хотела бы, чтобы как-то всё этот конфликт улажен был. Но, в общем-то, женщина такая, которая всегда считает, я права, потому что я права. А если не права, то посмотри пункт первый. Я ведь всегда права. Так, а у вас... У вас хочет ещё позвонить человек, который такой приходящий-уходящий. Ну, фортуна рулит. Колесо фортуны рулит. Но человек такой приходящий-уходящий, который делает праздники на один-два дня и уходит. И он... Вы с ним виделись, но что-то вы в нём завлекли. Он хотел бы, чтобы вы сами позвонили. А сам по себе он такой игрун, но он одиночка-отшельник. У кого-то это будет игрун, член мирового сообщества, а у кого-то будет человек, который связан вот чем-то. Ну, такое, да. Но игрун по жизни. Для чего он к вам придёт? Ну, здесь, конечно, искушение дьявола. Он придёт для того, чтобы просто веселиться. А нужно вам ли это веселье? Ну, если хотите рискнуть, тогда ничего более он не даст. Особо даже пирожных-мороженых больших не купит. Ну уж тем более и бриллианты. Сразу, как только чего-то начинается серьёзное, он обороняется. Вот такой вот мужчина. Да, он так и живёт, как-то по глупости. Ну, вот такой. И надо ли вам вообще звонить кому-то? Ну, вот к этому человеку, может быть, не стоит. К человеку, у которого сердечная боль к вам, да. И с женщиной, да, всё-таки надо как-то разрешить тот вопрос, который у вас есть. Всех вам благ. Смотрите мои видео. Смотрите мантру, которая даёт благополучие. Смотрите её каждый день, 21 день. И это принесёт вам, откроет денежный поток на первом канале. А вам всех благ, радости. Принимаю, приобретаю. Добра и счастья всем желаю. Добра и счастья всем желаю. Смотрите. Смотрите.